Как можно это использовать для проверки на простоту? Вот вам дают число прянутируя, но проверили его на число прянутируя. Как можно теперь, зная вот это утверждение, проверить его на простоту? Да. Ну, практически правильно. Давайте возьмем сначала какое-нибудь число Br, которое больше 1, ну, даже больше 1, меньше n. И первое, что мы делаем вот что, посмотрим ноту Br. Если этот нот окажется больше 1, ну, то все закончено, взято со стопой. Это понятно, да? Почему? Не может окажуть, что этот нот n, потому что Br меньше, чем n. Соответственно, если у них найдется число меньше n, то это со стопой. Если оказалось, что он Br единицей, то тогда можно организовать что? Можно посмотреть Br в степени реальность минус 1, минус 1. И если вдруг вот эта штука не разделится на n, то это будет означать, что n какое? Составное. Понятно, да? Конечно, может так случиться, что оно поделилось. Это не будет означать, что n простое. То есть здесь вот плохой результат, плохое вот это не деление, не делимость. Это свидетельствует про то, что n составное. А вот наоборот, хороший ответ, он не будет свидетельствовать. Но мы с вами не закладываемся на то, чтобы изготовить такое необходимое и достаточное условие. Мы просто, так сказать, такую быструю проверку хотим установить. Значит, как можно теперь действовать? Ну, будем действовать так. Значит, будем выбирать такое B. Можно считать сразу, что мы его выбираем случайно прямо из тех, которые взаимно просты с n. И проделываем такую проверку. И, конечно, возникает естественный вопрос. Какой? А вот для каких-то B проверку проходит, а для каких-то B нет. То как часто мы будем попадать в те B, для которых будет выполняться то, что нам нужно? Значит, тут проблема состоит в том, что если n составное, то вообще может случиться, что оно проводит проверку сразу для всех B. Это называется число Карл-Марик. Например, 561 такое число, оно пройдет проверку для всех B. Которую вы не подставите. Везде будет делиться все. Поэтому давайте мы просим нашу ситуацию, будем считать, что все-таки есть такое число. Есть, то есть пусть. Существует B, такое, что 0. B и B это единица. И B в степени n-1-1 не делится на n. А теперь мы начинаем случайно выбирать число взаимопростоя с n. И задаемся вопрос. Как часто мы будем попадать в числа, для которых вот это так? Значит, тем самым все числа взаимопростые с n делятся на две группы. Вол, я не знаю, это зависит от вашего ощущения, какую из них считать хорошей, а какую не очень. Ну, давайте так договоримся, какие будут хорошие. Те, которых вот так, или те, которых наоборот проходят тесты. Значит, ну пусть будет вот здесь те, которые а в степени n-1 делятся как-то. А здесь будут плачьи. То есть нам интересно понять, какое у их соотношение. Может быть эти какие-нибудь очень редкие. И тогда вот эта задумка, она безнадежна. Потому что, ну как это, пкнуть пальцем в небо, попасть в звезду. Вот надо как-то понять, много их или нет. Давайте вот что посмотрим. Если я взял вот такое а, и я знаю, что у меня есть b. Давайте посмотрим. А как будет устроено число а умножить на b? Значит, а умножить на b. Оно будет каким? Хорошим или плохим? А умножить на b. Но для этого надо что это? Возвести его в степень n-1. Так? Значит, и что? И вычесть из этого единичек. И понять, будет это делиться на n или нет. Значит, что можно сделать? Можно взять а на b в степени n-1. Вычесть отсюда, скажем, а в степени n-1. Добавить а в степени n-1. И вычесть единицу. Понятное действие. Теперь, вот это у меня делится на n. Т.е. я напоминаю, что числа а и b это взаимокрасные числа с n. Что здесь будет? А здесь будет а в степени n-1 на b в степени n-1-1. Это взаимно простое число с n. А это уже на n что? Не делится. Значит, у нас получилось это слогаемое, которое на n делится. А это слогаемое на n что? Не делится. Т.е. все это умножение не делится на n. Теперь, чтобы у меня не было все числа. Я выбираю числа от 1 до n. Я, конечно, не могу а в взять. А в может оказаться большим числом. Поэтому записать сразу a в плохие не получится. Что надо сделать с a, b? Чтобы оно оказалось от 1 до n. Или там от 0 до n. Разделить на n состав. Разделить на n состав. Т.е. я теперь возьму число a, b и найду его остаток r при делении на r. Все понимают, что r в степени n-1 не делится на n. Потому что когда возведем в степень n-1 вот эту сумму, там все кроме r будут делиться на n. И только r в степени n-1, вот оно будет отвечать, поделится действительно или нет. Ну и поскольку это число не делится в степени n-1 на n, значит и r не будет делиться. Значит и так. Получается, что r плохое. И вот я действую так. Я теперь каждому хорошему a сопоставляю плохое r. Теперь единственное, что еще надо осознать. А может так случиться, что я взял разные a, а сопоставил им одно и то же n, что у них оказался один и тот же остаток по делению на n. Ну не у них, а вот у a, b соответственно. Может так случиться, что у двух этих чисел у них оказался один и тот же остаток по делению на n. Что это означало? Ну если здесь разность, то там будет вид. Это бы означало, что a1b минус a2b делится на n. Правильно? Но теперь звоните. Если я b вынесу за скобочную, b у нас взаимно простое, будет a1-a2b делится на n. Значит вот это делится на n. Но числа a, которые мы выбираем, они лежат где? От 1 до n-1. Ну допустим, а1 больше чем a2. То я получил число больше либо на 0 и меньше n. Это число может делиться на n? Но может только если это 0. Значит а1 тогда совпадется a2. И так, что получается? Что я всем хорошим, каждому хорошим сопоставил плохое. И поэтому разным хорошим сопоставил разные плохие. Но тогда если поставить стенку на стенку хорошие а и плохие а, то что можно по эти две стенки сказать? Кого больше? Точнее, кого точно не меньше? Плохих не меньше, чем хорошее. Понятно, да? Вот как можно сравнивать количество элементов двух, множество двух наборов? Можно просто посчитать в одном, посчитать в другом. Одинаковое получилось? Одинаковое. Больше, меньше. А что делать, если посчитать трубку? Тогда можно что сделать? Можно выставить эти два набора напротив двух трубка и посмотреть, у кого хвост в ней. Так? Вот мы фактически выставили тут напротив друга и посмотрим, у кого хвост в ней. А теперь если плохих не меньше, то в частности их не меньше половины. Понятно? Значит, вероятность выбрать случайно плохое, то есть как раз для наших целей хорошую, будет какая? Не меньше, чем одна вторая. Ну, вы скажете, вот какая невидимая. Это как жизнь на марсе, она либо есть, либо нет. Вероятность одна вторая. Но можно улучшить ситуацию. Представьте тебе, что мы будем повторять экстремию. Да? То есть мы один раз попробовали, потом второй раз выдаст кривом число, и каждый раз вероятность одна вторая. Это напоминает бросание монетки. Так? Но тогда, какова вероятность, что оба раза вы попадете в плохую? Это уже, ну, наоборот, в хорошую серию. Это значит, что у вас как будто выплыло два раза там орел. Вероятность этого одна четвертая. Понимаете, да? То есть вероятность попасть, наоборот, в хорошее, она меньше либо равна одной второй. Значит, если я подряд все время попадаю в хорошее, значит, у меня все время выпадает орел на монету. И если я десять раз так проведу этот эксперимент, то вероятность того, что он каждый раз выпадал в хорошее, это один на два в десятых. Это уже порядка одной тысячи. Да? Что такое вероятность чего-то одной тысячи? Ведете вы на урок в школу? Вам говорят, слушай, ну вот, не готовь не делать домашнего задания, а вероятность, что тебя спросят меньше одной тысячи. Будете вы делать домашнее задание или нет? Ну, в принципе, лучше стоит. Вероятность не гарантирует, что вас не спросят. Но, в общем, если не сделаете, то волноваться будете меньше, чем если вам сообщат, что вероятность, что вас спросят примерно одна четвертая. Получается, что можно что сделать? Вот за однократный, не очень впечатляющий эффект, а если многократно повторять эксперимент, то уже с очень большой вероятностью близких единиц вы вытащите основание, которое продемонстрирует, что перед вами составное число. Конечно, это немножко инвалид в качестве теста на простоту, потому что есть числа, которые составные, но проходят этот тест для всех оснований. Но, оказывается, его можно чуть-чуть поотвинтить, получится так называемый тест Соловья-Штрассена, который уже работает без всех этих дополнительных оговорок. То есть, вот это предположение о существовании об этом, что что-то уже не нужно дополнительно делать. Вот, казалось бы, совершенно элементарная вероятность ничего, кроме равновероятных исходов и бросания монетки. А появляется реально используемый способ проверки на простоту.